На телеканале ИТВ наши новости. В эфире для вас работает Мэри Бадунс. Здравствуйте! О самых ярких событиях сегодняшнего дня поговорим прямо сейчас. В чрезвычайной происшествии в акватории Черного моря 8 человек пострадали, трое пропали без вести. Спасатели развернули масштабную операцию. Плыли, тащил у нас буксир, захлестнула волной, пошел крен, накрыла машину и все. Керченская переправа взяла паузу. Из-за непогоды временно приостановлено паромное сообщение Крым-Кавказ. Завтра есть вероятность того, что ветер немного ослабеет и возможно ее затрает где-то днем. Чрезвычайная ситуация в акватории Черного моря. Глубокой ночью недалеко от Ялты затонул плавучий подъемный кран. По предварительным данным, при проведении работ по укладке подводного трубопровода произошла поломка. На борту находились 8 человек. При перемещении к берегу буксиром судно затонуло. Сейчас развернута масштабная спасательная операция. Пятерых пострадавших удалось достать из воды. Сейчас они госпитализированы. Троих рабочих ищут спасатели. Все произошло сегодня в 3 часа ночи. Информация о затоплении плавкрана поступила в Центр управления кризисными ситуациями. Морскую буксировку осуществляли два буксира. Судно следовало из Гурсуфа в Севастополь. По предварительным данным, при проведении работ по укладке подводного трубопровода произошла поломка. При транспортировке крана судно затонуло. Среди возможных причин – шторм. На борту в момент аварии находилось 8 человек. Пятерых удалось достать из воды. Их переправили на берег и отправили в больницу. Все рабочие – жители Новороссийска. Пропавших без вести, старшего механика, электрика и крановщика ищут спасатели. Плыли, тащил у нас буксир. Захлестнуло волной, пошел крен. Накрыло машину и все. И потом перевернулся кран. Мы в водолазных костюмах спрыгнули и все. И на плотик успели залезть. Шторм сильный поднялся просто. Выше этого. Кран вышел, выше верхней палубы. И залив походу посрывало там, наверное, грибки, наверное, потому что вода пошла через верх. На данном этапе спецоперации потерпевших ищут с воздуха, берега и с воды в радиусе 10 километров от места ЧП. В поисках задействованы вертолеты и катеры МЧС России, группа глупоговодных водолазов, корабли, авиации, специалисты поисково-спасательных служб Черноморского флота. Организовано патрулирование береговой линии. По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации морского транспорта, повлекшего смерть двух или более лиц, крымский следком уже возбудил уголовное дело. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть нарушение правил движения и эксплуатации морского судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. В настоящее время следователи работают на месте происшествия и проводят все необходимые следственные действия. Инициировала проверку и Крымская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства нахождения судна берегов Ялты, проверяют разрешительные документы на проведение работы в акватории. Мэри Бадунс, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило в регионе штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской переправы. Непогода сохранится на протяжении нескольких дней. И жители полуострова призывают быть внимательными во время пребывания на улице. Из-за южного циклона, пришедшего в Крым с 12 по 14 октября, в республике ожидаются сильные, местами очень сильные дожди и грозы. Усиление восточного с перехода на северо-западный ветер скоростью 20-25 метров в секунду. МЧС предупреждает крымчан о необходимости соблюдать правила безопасности во времени погоды. При возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью по единому номеру 101. Период действия штормового предупреждения на 12, 13 и ночь 14 октября. Холодный фронт этого циклона пройдет уже сегодня ночью. В связи с этим ожидаются дожди, местами очень сильные. И после прохождения фронта похолодает. Температура понизится где-то на 8-10 градусов. То есть это будет очень ощутимо. Если сейчас дневные температуры составляли 16-21, то после прохождения фронтального раздела они будут всего лишь 6-11. В морской дирекции предварительно предупредили. Паромы могут временно приостановить с 3 часов ночи 12 октября до 6 утра следующего дня. Однако планы изменились. Сообщение между портами Кавказ и Крым прекратилось лишь утром, в районе 9 часов. Пока точные сроки возобновления потока неизвестны. Но метеорологи прогнозируют снижение ветра уже завтра, во второй половине дня. А это значит, паромное движение может наладиться. В связи с такими сложными погодными условиями сейчас переправа закрыта. Завтра есть вероятность того, что ветер немного ослабеет. И возможно, ее завтра я открою где-то днем. Днем, второй половине. В метеоцентре пояснили. В этом году сроки начала выходов южных циклонов сдвинуты. Обычно сезон похолодания и интенсивных осадков начинается в ноябре. Крымчанам рекомендуют содержать зонтик на готове еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до конца этой недели. В среду температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 14 до 19 градусов выше нуля. Ветер восточный 13-18. Днем местами до 20-25 метров в секунду. В метеоцентре уверяют, холода на полуострове сохраняется до 20-го числа. Затем ожидается небольшое потепление. Егор Зайцев, Мэри Бадунц, Виталий Голубев, Евгений Стариков. Служба новостей и ТВ. В следующем году власти города планируют начать реконструкцию набережной реки Салгин. Кир от пересечения улиц Киевской и Толстого до Роза-Лексенбург. Ожидается, что ремонт обойдется в полтора миллиарда рублей. По решению командующего Черноморским флотом, в Севастополе возобновили традицию полуденного артиллерийского выстрела. Впервые этот обычай появился в Севастополе и Николаеве в 1819 году в качестве сигнала, по которому проверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. Впоследствии выстрел из пушки был введен в других портовых городах – Санкт-Петербурге, Кронштадте и Владивостоке. Сейчас за техническое состояние пушки, своевременную доставку боеприпасов и хронометраж стрельбы отвечает орудийный расчет из состава артиллерийского полка Черноморского флота. Холостой выстрел из 85-миллиметровой морской пушки производится ежедневно в 12 часов по московскому времени с территории исторической второй береговой батареи, прилегающей к Константиновскому равелину. Различные исторические годы традиция полуденного выстрела прерывалась и возобновлялась заново. Сейчас это один из главных символов Севастополя. А мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Здоровые дети будущей России в артеке педагоги из разных уголков страны в эти дни думают, как улучшить условия отдыха школьников. Мы сегодня перед собой как раз ставим самую очередную приоритетную проблему и задачу. Юный кадет из Крыма прославился на всю Россию. Изобретение алуштинца будет презентовано на международной выставке в Китае. Здесь же используются исключительно простейшие законы физики. Никакой траты энергии. Строение с многочисленными нарушениями снесут в Массандре по решению Верховного суда Республики Крым. Владелец, бывший депутат Госсовета, стал возводить здание прямо возле детской площадки, причиняя местным жителям проблемы – многодневное отключение воды, света и газа. Кроме того, собственник самовольно вырубил несколько реликтовых деревьев. В Массандре на Южнобережном шоссе разгорелся скандал. В начале этого года возле одной из детских площадок поселка началась стройка на стометровом земельном участке. По документам, здесь должен был появиться гараж, однако со временем планы изменились, и он трансформировался в жилой дом. Местные жители пользовались площадкой уже много лет и не собирались терпеть произвола. Хозяином строящегося жилища был экс-депутат постсовета. По словам очевидцев, при расчистке места под будущий дом ему пришлось вырубить несколько редких деревьев. Только на вырубке реликтовых растений и неудобств от строительной пыли дело не закончилось. Когда хозяин дома решил подключиться к поселковым коммуникациям, жители улицы целыми днями оставались без водоснабжения, газа и электричества. Работы развернулись прямо по соседству с детской площадкой. Когда-то главное место досуга малышей теперь пустует. Мы за то, что лето, дети приезжают, отовсюду приезжают дети, много детей на площадке, а играть-то им негде, потому что здесь кирпичи могут упасть, потом забор этот. И мы боролись за то, чтобы отстоять детям этот маленький уголочек. Местные жители стали обращаться во все возможные инстанции, отозвались в администрации Ялты, подали иск в городской суд. Решение судей категоричное – запретить строительство и начать добровольный снос. Однако на этом история не закончилась. Пока шли судебные тяжбы, владелец дома продал его. Новый хозяин с таким исходом не согласился. Он подал ответный иск в Верховный суд Республики Крым, однако проиграл дело. Сейчас власти требуют нового собственника снести здание добровольно, либо этим займется администрация Ялты. Застройщик, опять-таки, смотрю, не тропится по добровольному исполнению решения суда. Мы надеемся, что если в течение месяца застройщик не снесет добровольно, мы примем все меры для того, чтобы своими силами снести самовольно строящийся гараж. После сноса на территории высадят деревья, а площадку огородят от проезжей части. Власти города уверены, это дело только начало целой вереницы подобных. Здания, нарушающие нормы строительства, в районе пока много. Разбирательства ожидают всех несговорчих владельцев, заверяют администрации. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ, Массандра. Детский лагерь – новое образовательное пространство, так считают участники форума, который сегодня стартовал в Международном детском центре «Артек». Программа в мероприятии достаточно обширная, а в планах помочь поднять статус лагерей на новый уровень. Ведь это место не только для отдыха, но и хорошая база образовательной деятельности, считают участники форума. Педагоги из разных регионов России на протяжении трех дней будут презентовать эксклюзивные проекты. А с итогами работы на закрытии познакомится заместитель правительства России Ольга Голодец. Здесь, на одной из главных образовательных площадок полуострова, сегодня стартовал Всероссийский форум организаторов детского отдыха. Самые заинтересованные, конечно, преподаватели. Их задача – совместить образовательную сферу и отдых для детей. Однако для этого пока не в каждом регионе страны есть подходящие условия. Хороший пример для остальной России – детский центр «Артек». Крупнейший на постсоветском пространстве, наряду с Орленком, полузаброшенный при Украине и сейчас в Российском Крыму вновь оживший. Он служит образцом для других детских лагерей. Помимо отдыха, здесь ребята и учатся, и занимаются любимыми делами. Приоритете организаторов форума – дать понять участникам, что отдыхать и оздоравливаться российские дети должны, где бы ни находились. Министерство образования давно занимается оздоровлением. У нас есть свои успехи, есть свои достижения. Я хочу сказать о том, что мы сегодня перед собой как раз ставим самую очередную приоритетную проблему и задачу. И нас в этом поддерживает глава республики, прежде всего, чтобы наши лагеря тоже стали круглогодичными и стали местом оздоровления, просвещения, образования и воспитания не только для крымских детей, но и детей из других субъектов Российской Федерации. Лагерь – неотъемлемая часть образовательной системы, считают специалисты. Это то место, где ребенок находит себя. Если на форуме придут к общей позиции, вскоре в России могут появиться другие центры, организованные по примеру «Артека». Так же, как и «Артек», работающий круглый год, нам бы хотелось найти способ, в котором каждый лагерь был бы востребован на протяжении всего года, а тем самым удерживал бы коллектив, удерживал бы такую правильную организационную среду, которая бы позволяла решить огромное количество проблем технических, текущих, обеспечения безопасности, ну и самое главное – насыщенной образовательной программы. На форуме несколько тысяч участников. Это не только крымские профессионалы, но и гости с материка и зарубежья. В рамках трехдневной программы они презентуют ряд авторских проектов инноваций. Это эксклюзивные педагогические методики, которые со временем помогут улучшить качество отдыха детей по всей стране. На сегодняшний день наша образовательная программа практически не дает самой последней, самой современной информации о здоровье, о том, как воспитать здорового ребенка. То есть мы даем данные, учим математике, учим литературе, русскому языку – это безусловно важно. Но основам здорового образа жизни, питания, движения сна – этой информации нет. Форум продлится до 14 октября. В программе мастер-классы, круглые столы и выступления. Будут рассматривать наиболее эффективные стратегии обучения, делиться опытом, контактами для сотрудничества и формировать полезные психологические инструментарии для процесса обучения детей. В день закрытия форума «Артек» посетят заместитель главы правительства России Ольга Голодец, а также министр образования и науки страны Ольга Васильева. Анастасия Калогина, Александр Рыбин, Служба новостей ТВ, Артек. Сегодня по инициативе Всемирной организации здравоохранения жители полуострова отмечают День зрения. Эта дата отмечена в международном календаре для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам слепоты, различных нарушений зрения и реабилитации людей с такими заболеваниями. На сегодняшний день в Крыму число слабовидящих растет. 80% информации человек получает благодаря своим глазам, которые обладают невероятными способностями. Стоит только вдуматься, они могут различать до сотни тысяч различных оттенков. Вот только многие не задумываются о профилактике болезней глаз. А между тем, специалисты не устают напоминать. Многие подобные недуги у человека можно предотвратить или остановить на ранних стадиях. Поэтому чрезвычайно важна своевременная и регулярная диагностика. Как минимум один раз в год следует посещать специалиста по коррекции зрения для профилактического осмотра глаз. Приходят не в первый день, а приходят тогда, когда уже глаз на лоб лезет, когда уже страшные боли, мы ничего не видим. Мы приходим. И как это так, не будет видеть глаз. Как может не видеть. Делайте, что хотите, но чтобы глаз видел. А что вы делали неделю, две недели назад, когда вы дома сидели? А думал, что пройдет. Мы должны сами думать о своем здоровье. Офтальмолог Любовь Ярышева уверяет, симферопольцы недостаточно внимания уделяют глазам. Жители столицы зачастую не знают, где находится поликлиника и глазной доктор. Число слабовидящих жителей Симферополя ежегодно стремительно растет. Ученые связывают это с увеличением нагрузки на зрение, прежде всего вызванной техническими новинками, разнообразными гаджетами. Перед экраном монитора в современном мире человек проводит непозволительно много времени. Что влияет? Сам текст, который нам надо напрягаться, значит должен быть текст. Его четкость текста. И самое главное то, что мы смотрим не отрываясь. Устаивались и сидим целый день не моргая. Это вызывает сухость глаз. Это самая главная проблема с компьютером. Между тем, чтобы хоть как-то уберечь свое зрение, необходимо придерживаться простых правил. Надо, чтобы желательно, чтобы цветы были. Желательно, чтобы была какая-то влажность определенная в помещении. Кроме того, существует, если мы забываем о том, что нам нужно лишний раз смаргивать, то существуют препараты, которые искусственные слезы, которые заменители слезы, которые увлажняют. Кроме того, работая на компьютере, мы должны помнить о том, что все, что мы смотрим вблизи, это все очень плохо. На сегодняшний день проверить зрение можно не только в поликлинике, но и в салонах оптики. Международный комитет слепоты сообщает, проблемы со зрением разной степени имеют 284 миллиона человек на планете. 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз поразили 19 миллионов детей. Специалисты уверяют, в случае профилактики многие из этих людей не испытали бы проблем. Дарья Костенко, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Воспитание Крымского кадетского корпуса в Алуште стал изобретателем. В свое свободное время парень занимался научной деятельностью и реализовал идею одного из выпускников училища. Его проект – трекерная система управления солнечным коллектором. Этот механизм был бы полезен в энергетике, уверяет молодой талант. Вскоре свое ноу-хау он презентует на международной выставке инноваций. Анастасия Калугина пообщалась с юным изобретателем. Ему только 17, но он уже успел стать изобретателем. Кадет Данил Ващук еще в детстве решил – будет военным. И сейчас уверен в своем будущем. Однако занятия в кружке помогли ему реализоваться еще и в научной сфере. Выпускник кадетского корпуса Андрей Денисов однажды высказал идею создать механизм слежения за солнцем без использования электричества. Услышав интересное предложение, Ващук быстро его подхватил. Затем стал делать расчеты и чертежи, вносить новшества. А позже совместно с научным руководителем Сергеем Ковалевым показал сначала знакомым, а затем и более широкой аудитории, что такое трекерная система управления солнечным коллектором. Для Крыма такая конструкция особенно актуальна. Я не знаю, как бы на существующих электростанциях солнечных, которые существуют, есть ли смысл это менять. А скажем, допустим, ну если вы ставите на доме солнечный коллектор, то, грубо говоря, эффективность его у вас повысится. То есть все мини-гостиницы на ЮБК, то есть они уже могут более эффективно работать. Также, в принципе, можно поставить изусолнечную панель, скажем, допустим, дома у себя на даче, в частном доме, а может даже на крыше многоэтажного дома и обеспечивать себе частичной электроэнергией. Парень взрослый не по годам, считают преподаватели. Серьезный, критичный и, конечно, талантливый. В научно-исследовательском кружке он занимается уже два года и не безуспешно стал одним из его лидеров. Суть в том, что в мире существуют аналоги, которые, но приводятся в тягу сервопривода. И часть энергии, которая поглощается от солнца, она тратится тут же на поворот за солнцем. Здесь же используются исключительно простейшие законы физики, никакой траты энергии, что повышает примерно на 30% продуктивность энергии. В Крыму актуален вопрос дефицита энергии, особенно после перехода в состав России у нас был такой вопрос, дефицит энергии. И использование альтернативных источников энергии, тем более Крым, климатически такое место, то что солнечных часов очень много, и это нужно использовать. Преимущество установки в том, что она дешевая и не требует обслуживания, рассказывает юный изобретатель. Утро, например, солнце начинает вставать с востока на запад. Оно светит отсюда, при неравномерном нагревании здесь нагревается больше. Данный лепесток, он связан с гидравлическим цилиндром, а данный связан с противоположным. И таким образом здесь посредством нагревания происходит расширение. И это расширение заставляет данный цилиндр выталкивать саму установку, тем самым подстраиваясь под солнцем. Система слежения за солнцем еще не запатентована. Однако этим вопросом уже занимаются. Изобретение презентовали на нескольких конкурсах молодежных проектов. А недавно в Севастополе на международном конкурсе инноваций и разработок, в котором было представлено 86 проектов из 9 стран мира, изобретение Даниила признали лучшим. А уже в ноябре оно будет представлено на масштабной выставке в Китае. Одним из основных направлений воспитательной учебной работы является работа с одаренными детьми. В рамках этого направления создан кружок основы научной деятельности, где дети имеют возможность проводить исследовательскую, научно-искательскую работу, пишут работы. Для них создаются условия для того, чтобы принимать участие с этими работами в различных семинарах, конференциях, слетах. Кадеты-изобретатели – не новое явление в Крыму. Двое воспитанников корпуса в 2008 году даже запатентовали свои проекты. Из последних – участие в международном конкурсе в Севастополе. Заявки подавали четыре воспитанника кадетского корпуса. Результат – одна золотая медаль, три – серебряных. Научная деятельность никак не мешает военной. К примеру, Данил Ващук активно занимается воплощением мечты – стать летчиком. А наука – это приятное хобби. Анастасия Кологина, Александр Рыбин, Служба новостей ТВ, Алушта. К этому часу у меня все. В студии была Мэри Бадунс. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова